всем привет сегодня на видео обзоре такой вот светильник который достоин так сказать обзора два уже у меня стоят в одной из комнат нормально справляются какое-то время уже сейчас в другой комнате сделали ремонт комната небольшая по квадратуре но нужен яркий свет потому как там будет студия жена будет снимать там видео свои по вязанию по разным делам 32 ватта рим 32 rgb такое вот его название в общем-то китайский сейчас все делается в китае компания светокомплект заказывает в китае китай производит туда поставляет все характеристики прописаны уже на упаковке диаметр 405 миллиметров напряжение 175 265 50 60 герц потужность мощность 32 ватта при температуре 44 200 кельвинов цветовой классно что световую температуру можно регулировать от 2 800 кельвинов до 6000 кельвинов попросту говоря это максимально желтый цвет 2 800 кельвинов и 6000 кельвинов это максимально такой дневной синевой возможно плавная регулировка дальше я вам покажу как это все происходит на в любой цвет и вкус светильник подойдет кому какой цвет света нравится вы именно добьетесь этим светильником световой поток 300-25 20 люменов но понятно в зависимости от мощности можно регулировать и яркость светильника различные варианты тип светодиодов которые установлены двадцать восемь тридцать пять елек течь rgb индекс светопередачи в 80 ра защита глаз есть заявлено что нет пульсации дальше посмотрим функция ночник также есть и очень классно одной кнопкой вы включаете ночник супер просто степень защиты айпи 40 угол рассеивания 120 градусов срок службы 50 тысяч часов заявлено рабочая температура минус 20 плюс 60 гарантийный термин 24 месяца материал железа корпуса и рассеиватель пластик идет и габаритные размеры 405 диаметр и высота ну то есть толщина можно грубо говоря сказать светильника 60 миллиметров на коробке указано также гарантия два года имеется пульт дистанционного управления коробка легкая светильник легкий для установки да в любом месте хоть и потолочная хоть и стеновое в одной комнате я это дело поставил на стену в другой комнате будем устанавливать эти светильники на потолок заявленная площадь которую сможет освещать данный светильник 20-30 квадратных метров я буду устанавливать два этих светильника в комнате где-то около 16-17 квадратов но для съемки очень классно что возможно регулировка яркости это очень классно поэтому вы тут можете с запасом так сказать купить его установить и использовать его не на полной яркости соответственно используя его не на полной яркости ну как бы вы продлеваете жизнь светодиодом не будут они на полной мощности работы но хотя скорее всего там все уже продумано на светоотвод будет от светодиодов и должны они будут работать нормально без проблем и на полной мощности именно корпус металлический это вот его основание металл тарелка белая эмалированная такая но это металл и прикреплен на нее модуль с со светодиодами характеристики также на наклейке кабель выходит два синий и коричневый то есть фаза 0 имеется рассеиватель такого вот типа пластиковый но как привыкли все это пластик это очень все легкое и такое вот колечко снимается рассеиватель просто проворотом проворачиваем до упора и поднимаем наверх вот это пластиковое колечко также можно удалять если вам оно не нужно уже на месте посмотрите включите это колечко также она как свет немного на себя берет и так подсвечивается очень классно ну кому не нужно но или из-за размера вы не хотите то его можно удалить и просто использовать вот этот вот рассеиватель также он пластиковый не бьющийся наверно ну раздавить его в случае чего конечно можно если наступить на него такой вот модуль и сами сами светодиоды перед просмотром видео просим подписаться на наш новый канал на котором мы будем показывать свою жизнь чем мы занимаемся во время отдыха где ездим где путешествуем где живем все вам будем показывать поэтому канал так и назвали покажем все посредине видим led драйвер и со всеми его характеристиками откручу модуль от корпуса и посмотрим ну по-видимому используется алюминиевая подложка полностью но это огромный плюс если так будет отвод тепла от светодиодов от этого напрямую зависит долговечность работы светодиодов все взаимозаменяемо я думаю в случае чего если даже не хотите вы вдруг перепаривать светодиоды но со временем по-любому они конечно будут выходить из строя то можно просто этот модуль наверно будет докупить и сменить здесь все на разъемах отключается от драйвера модуль и опять же купите новый и можно будет его также установить без проблем все очень просто фиксация происходит и раз фиксация и вот видите алюминиевая подложка напрямую светодиоды отдают тепло на алюминий алюминий отдает тепло на металл ну и соответственно это служит радиатором эта часть корпус и сама подложка и вот в общем то на чем располагаются светодиоды распайка вся здесь в комплекте кстати идут дюбели два набора один для крепления самого светильника отверстия уже просверлены металл не очень толстый поэтому вы можете даже в случае вам нужно дополнительно насверлить или же саморезами по металлу пройти и прикрепить насквозь например куда вам нужно стеновое крепление с этой стороны нигде нету места под укладку кабеля но в общем то его и хватит чтобы уложить вот в этой вот ложбине не глубокой но все это можно сделать тут вопросов нету а второй набор из двух дюбелей состоит крепление кронштейна пульта дистанционного управления на стену куда вы там хотите установили и пульт у вас не будет валяться а будет иметь свое место пульт дистанционного управления простой батарейка используется cr2032 уже идет она в комплекте это очень классно кстати пульты универсальные вот я купил четыре таких уже светильника и могу управлять одним пультом всеми светильниками направив на один из светильников включаю и этот светильник у меня управляется перенаправил на другой светильник также могу управлять им или же посредине если попаду между светильниками они могут управляться одновременно инструкция также идет в украине украинский язык идет в общем-то подробное здесь все описание как устанавливать что и даже есть разборка по пульту какая кнопка за что отвечает очень классно подключаю светильник проверяю его работоспособность и буду подключать через ваттметр посмотрим потребляемую мощность соответствуют ли заявленной но в различных режимах ярком в режиме ночника и в различных цветовых режимах семь цветов заявлено подключаю делаю первое включение при первом включении так не точно я вам не скажу какой-то режим наверное какой-то средний не максимальный и ваттметр у нас показывает 26 и 5 ватта светильник сейчас без рассеивателя хотя может и нужно было бы накрыть чтоб не заслеплял как работает вот этот вот колпак это рассеиватель рассеиватель света светодиоды видите светят направленно если одеваем колпак получается такой красивый рассеянный свет в разные стороны увеличивается угол свечение светильника это не просто как декоративный колпак кстати такие рассеиватели могут быть круглые могут быть шестигранные различные варианты тут можете выбирать максимальная мощность на пульте включаю одной кнопкой можно включать пульт я потом по кнопочно вам покажу и 40 ватт 40 ватт показывает ваттметр при нагреве потребление может немного упасть но заявлено 32 в максималке а у нас показывает 40 в общем-то раньше мощность была занижена раньше китайские лампы делал я много видео обзоров и показывал вам что заявлено например 10 ватта на самом деле лампа потребляет 7 и ну и светит соответственно на 7 давайте включим rgb светодиоды и по переключаем их в цвете красный 17 ватта такой вот можно ночничок ставить так это я включил ночник но давайте уже в режиме ночника посмотрим два с половиной ватта потребление в режиме ночника так вот может всю ночь у вас светить светильник не мешать вам ну и плюс освещать может какую-то территорию какую-то комнату коридор в режиме ночника переход одной кнопкой делается rgb кнопка специальная на пульте вот есть и переключение ручное разных цветов красный 1 и 8 ватта зеленый ну примерно они все будут вот так одинаково потреблять я думаю что около 1715 18 ватта зеленый сиреневый сиреневый 2 ватта голубой 2 ватта такой светло-голубой бело-голубой 2 и 4 уже ну и красный все пошло по кругу давайте по пульту включение выключение светильника переход в цветные режимы посредине выход на максимальную яркость включили вы не знаете в какой мы режиме светильник но нужно вам по максимуму не нужно вам увеличивать яркость нажатием нескольких кнопок просто включили и светильник нажали светильник переходит сразу на максимум но это он работает в режиме белых светодиодов сейчас на максималке также переход одной кнопкой в режим ночника на минималке можно сказать увеличение уменьшения яркости вверх увеличения вниз уменьшения я думаю что это у нас в режим ночника самая низкая яркость и увеличение яркости думаю что это максималка да так и есть вот метр нам показывает что 40 ватт это по максимум ну и плавно можно останавливать какую яркость вам нужно выбрали и остановили изменение цветовой температуры в сторону снежинки холодный цвет в сторону солнышко теплый свет ступенчато вот видно синего более холодный свет и более желтый как характеристиках написано от 2 800 кельвинов желтый до самый синий 6000 кельвинов кнопка выключение автоматическое выключение светильника после 20 секунд работы очень классно по таймеру легли спать хотите чтоб свет выключился через 20 секунд просто нажали кнопку положили пульт свет у вас автоматически выключится это можно управлять несколькими светильниками нажали направили на один светильник на второй на третий и они все будут работать по вашему заданию также выбор световой цветовой температуры ступенчатого так выбирайте которую вам надо вот на на весь вкус и цвет так сказать желтая белый теплый синий холодный ступенчатый выбор цветов в режиме rgb и опять же нужно перейти и выбираем автоматическая смена цветов светильника нажали и светильник переходит сам автоматически разные цвета выбирает и подсвечивает вам какой-то праздничный может или в режиме ночника может хотите включите вот такое вот остановить еще раз нажали и зафиксировали подержали несколько секунд цвет зафиксировался этот режим именно также и м2 то есть две памяти работы светильника есть вариант управления светильником пультом если вы не хотите управлять пультом или по какой-то причине пульт пропал у вас возможность есть управлять им чисто выключателем включили вы и оставили светильник более пяти секунд в одном режиме после этого давайте например в цветном в каком-то оставим выберу цвет например зеленый пять секунд сохранился режим выключаю я свет не пультом а выключателем настенным к примеру сымитируем и после следующее включение у меня сохранится тот режим зеленый при котором я выключил светильник включение и зеленый режим включился выключаем еще раз или например меняем режим на цвет например такой вот пять секунд прошло делаю выключение и при следующем включении у меня возвращается тот же самый цвет например с пультом что-то случилось или села батарейка или потеряли пульт вообще управлять светильником ну в ограниченных возможностях можно просто настенным выключателем настенный выключатель вот имитируем включаю свет и быстро переключение делаю видите включилась максималка скорее всего сейчас посмотрим по да по данным ваттметра это у нас максималка опять же пять секунд видите прошло при следующем переключении выключение включение опять у меня будет максималка чтобы переключать режиме режимы нужно не ждать 5 секунд делаем выключение включения выключения включения следующий режим теплый свет и потребление уже меньше мель меньшая яркость выключение включения выключения включения следующий цветовая температура поменялась и поменялась яркость в максималке только цвет свечения стал более холодным вот вы видите как меняется температура свечения и режимы вот даже ночник появился при просто переключение туда-сюда настенным переключателем то есть такие вот ограниченные возможности без пульта но также можно управлять настенным выключателем один светильник и 2 с места установки буду управлять одним пультом выключатель в режиме включена светильники в режиме ожидания нажимаю кнопку посредине двух светильников между ними и активируются два сразу кнопкой выключения направляю на один из светильников он выключается также могу его включать также управлять вторым например из одного два комнаты понятно что ближний опять же видите направляю на два их два ловят сигнал один выключается другой включается ну то есть если индивидуально на какой-то из них направить то можно управлять одним пультом одним или же двумя светильниками одновременно также включать их в цветные режимы также выключать все эти моменты все можно делать по управлению выключателем сейчас в режиме включен он выключаю его включаю тот предыдущий режим как при котором я выключил выключатель сейчас резко выключаю включаю еще раз и тут пошли вот эти вот режим которыми можно менять режиме режимы можно именно выключать его светильника работают синхронно это если у вас что-то случилось пультом или же вы не хотите управлять пультом но потом конечно управлять проще опять же или по очереди или два то есть вот такие варианты светит очень ярко маленькая комната освещена чересчур даже сильно можно может опять же можете управлять яркостью это огромный плюс стеновое крепление также можно использовать также достойно они смотрятся на стене бюджетный такой вариант типа люстр многофункциональный на сегодня все подписывайтесь на канал всем удачи до следующих видео